Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему, сказал когда-то французский писатель и историк Эдуард Эрио, и был прав. Все мы любим дарить подарки, любим их получать. В современном разнообразии мира игр и игрушек каждый ребенок может выбрать для себя что-то по душе. Но знают ли молодые люди о том, какие развлечения игрушки были у их предков? Для того, чтобы узнать это, сотрудники Кобринского военно-исторического музея собрали выставку «Игрушка и время». К дню города спланировали выставку игрушек, ретро-игрушек, и назвали эту выставку «Игрушка и время». Но дело в том, что у нас музей военно-исторического профиля, и игрушек в фондах хранилось очень мало. Поэтому мы бросили клич среди местного населения для того, чтобы собрать экспонаты. Большое спасибо всем кабринчанам, которые откликнулись на наш призыв, и, конечно, и научным сотрудникам, и смотрителям. Плюшевые медведи, нарядные куклы, деревянные лошадки и кукольный чайный сервис – это далеко не все детские забавы разных времен, которые были собраны на выставке. Благодаря научным сотрудникам музея имени Суворова и кабринчанам, которые с удовольствием поддержали инициативу сбора старых, но дорогих сердцу вещей, жители Кобрина и его гости на протяжении нескольких недель могли увидеть ваш той, как играл детвора с 40-х, 50-х и 60-х годов. Нашлось место игрушкам более поздного периода – 80-х и 90-х. Мы приехали из Барановича, я с внучкой приехала впервые в вашем городе, правда. Музей вообще замечательный, мне очень понравился, впечатлений очень много. И игрушки внучке очень понравились. А мне детство напомнили. В детстве были такие игрушки. Она даже вспомнила, какой у меня был мишка, правда. Интересный, очень красиво, все очень интересно. Мы приехали из города Чехов в Московскую область, посетили ваш замечательный музей, вашу замечательную выставку. Хотели бы, чтобы дети ознакомились с игрушками, которые были в детстве не только нас, но и наших бабушек, дедушек. Вот узнали тут игрушки, например, вот такая курочка была у меня в детстве, механическая. Прадедушек вот подсказывает ребенок. И они тоже узнали игрушки, в которые играли. Они же сами, их папа, солдатики у нас сохранились, куклы такие же были. Мне очень все понравилось, очень запомнились медведи, потому что я в детстве очень любила медведей, а тут такие хорошие. Я хотела посмотреть, во что играли в Советском Союзе дети, какие тогда были игрушки. Сегодня собранные на выставке игрушки имеют довольно почтенный возраст. Но у многих людей они хранятся по сей день, как память о своем детстве или детстве их родителей. Целью выставки было показать современному поколению молодежи и подростков, какие игрушки были еще несколько десятков лет назад. И хотя время работы выставки «Игрушка и время» уже подошло к концу, всем, кто не успел на ней поприсутствовать, не стоит расстаиваться. Впереди их ждет новая – парад ретро-игрушек. Поучаствовать в новом сборе игрушечного раритета может каждый желающий.